добрый вечер здравствуйте это псж но совсем не обязательно говорить о леонели месси о килиан мбаппе или о неймаре пассажир это подкаст подкаста спорте и жизни никакой интервью мы здесь общаемся мы здесь разгоняем темы и какие-то интересности сегодня весьма прикольный и брутальный гость я его называю стэдхэм кемеровской области даже стэдхэм кемеровского волейбола или же лысый из кузбасса есть лысый из бразерса есть лысый из кузбасса это александр маркин ура саня привет привет как вообще в принципе твое все ты блестящий человек с приколов начнем сразу же потом все это вот человек который играет в волейбол всю свою сознательную жизнь потому что ты же с детства да в волейболе да с 10 лет с 9 наверное 10 и получается ты начал с москвы ты же москвич в москве родился рос развивался как личность как спортсмен вот и как так получилось что после успешной московской карьеры вообще в структуре динамо ты же получается вообще франшизный игрок динамовский до самого низа начинал даску с динамовского 3 команды с первой лиги и потом постепенно потом постепенно дорос во вторую не попал в первую сразу ну ты талантливый человек получается перешагнул ступень вот и проиграл практически ну львиную долю своей карьеры лет до потом получается у тебя был нижегородский клуб да да на один год вот ну и потом ты попал наконец-то вершину мироздания конечно сущего и сотворенного связь небо и земли это сердечко вот кемеровский кузбасс как вообще так сложилось что ты оказался здесь ты же по моему в двадцатом году у нас оказался в пандемический период весной да ты здесь понял что наверное что-то надо менять и как фляга свистанула или нет или чё почему здесь как это предложение пришло вниз фляга свистанула просто это можно так назвать ну фляга она же может свистеть например и в положительном смысле да и в отрицательном смысле и вот у многих людей в марте апреле мая месяце от пандемических моментов когда нас всех сажают на самоизоляцию у кого-то свистела фляга как у тебя так получилось а вообще расскажи вот снутри вот этой кухни волейбольной можно ли было тренироваться можно ли было какие-то ограничения были тогда или нет но ограничения были на тренировке то ездить можно было сначала все не так серьезно вот это когда уже карантин начали вводить в марте по-моему в конце марта и тогда нам уже два начале двадцатых чисел сказали что нужно сидеть дома тренировки отменяется все это сидим дома там поддерживаемся в домашних условиях начались все вот эти онлайн занятия а давайте по зуму тренировки по зуму да я говорю не ребят спасибо я лучше я не умею этим пользоваться так что давайте лучше сами ну и вот потом как это все в этот же карантин уезжали из нижнего в москву мы переезжали то есть там окольными путями там мимо полицейских на дороге да вы куда базара нет мы домой прописка смотрите не хочу действительно но в итоге приехали в москву когда уже в середине в конце апреля когда уже отпустили всех и даже в москве дома сидели то есть у нас постоянно под окошком ходили там ребята эти фуража папа патрулировали там дырочка такая на заборе в парк было это все и наблюдал что люди раз и убежали это кстати а эти стоят потом это стая постоят возле дырки возле в заборе так это минут десять и уходят ждут когда вернутся либо когда вернутся и когда другие пойдут служа я вот смотрю тогда мы легкой атлетик в этом плане для пандемии был вообще самый удобный вид спорта потому что ты вроде выходишь заниматься спортом но ты тебя не поймаешь нигде у тебя вот этот вот кросс десятка где пойди поймать человек один ядом самое говорю кто там спортом ходил на войну что но я спортсмен посмотри на эти говорю одну полицейских метро и ходит на шон там в этом своем полном обмундирование будет за тобой по парку бежать только молчаливое порицание я правильно да да не но они останавливали пару спрашивали говорю но у меня жена беременна как мы что дома сидеть мы не можем нужно ходить там но это поддерживать себя говорю извините но мы пошли домой не прикольно прикольно если так и смотри я вот тоже у меня такая тоже шутка была тоже ты по моему в апреле месяце до попал в кузбасс состав кузбасса я не помню что он феврале тогда все это началось вообще предложение приходит обычно после нового года начинается вся вот это вот комплектование сезон насколько я помню у меня было предложение 3 и все были в начале февраля что и определились мы недолго думая то есть я феврале уже был по моему готов ну такой на устном согласии все равно контракты подписывать там нельзя в этот период но на устном джентльменской договорю да да такая была вот и у меня тоже такой прикол родился когда готовится настолько сильно изолировался что в кузбасс уехал изолироваться нормально меня устраивает нормально так все вот у меня не то что будет даже редактор сегодня будет мои шутки сегодня редактировать вот и вот так вот короче а 1 такой вот ну это что в вопросе какая-то такая идея чего с тобой обсудить хотелось человек который я с детского спорта начинает развиваться будь то там волейбол футбол хоккей любой игровой как думаешь где лучше в провинции или в каком-то крупном городе там вот и в москве развивался я детский спорт проходил в провинции как думаешь где лучше где больше каких-то возможностей но больше и конкуренции либо вот например один манеж один спортзал одно формирование команды и тебе в этом плане меньше отвлечения какого-то спорный вопрос не знаю вообще находясь в москве там выше конкуренции у нас москве допустим волейболе 7 или 8 что ли на спортивных школ в москве в одной ну то есть каждый в каждой как своя команда район 12 ну да грубо говоря так вот у нас их столько маленьких городах периферийных естественно меньше то есть москве возможность больше нас тоже в раз самое время в москве и народу тьма и соблазнов больше и видов спорта больше и можно в любое другое место пойти понимаешь вариативность да и иногда может это где-то мешает то есть бывают родители отводят в три секции ребенка и вот он ходит с такой головой то думает чему вы да и потом в итоге ну тут тоже как попробовать надо все вот но здесь получается в провинции у тебя вот один вектор и понимаю что в этом городе например силен ну волейбол да давай возьмем это стопудов просто вопрос тех же сильных тренеров вот очень важен для хорошим не повезло да у меня были прям и старшее поколение такое ударное которое прививало и молодые азартные только вошедшие после института тоже любили свое дело может даже поначалу вот но все равно как-то ответственно к этому ко всему относились следили за нами прямо и попробуй что нибудь понятно смотря как тут считаешь тоже формируется отношение именно вот а от тренера или от окружения как окружение тренера то есть все вместе да потому что даже по своему детству я скажу так что очень было важно в какую компанию ты попадешь во дворе а даже даже начинаем еще из такой детской компании даже вот так это очень важно если ты живешь в шпанском районе как у вас ком районе да в том же у нас был такой район что у нас из какого района москвы кстати из юго-восточного о юго-восток это получается какое-то типа домодедово что такое там недалеко до считается такой больше спальный такой там много мигрантов коломенская чуть правее туда сейчас так и так тут у нас должна быть вставка понять как это работает это очень было важно но опять же нужно брать во внимание что в то время вот и мы другие были сейчас люди другие и что сейчас или тогда было лучше тоже не скажешь тогда не было интернет того же так сильно развитого на которые так можно было бы отвлечься как сейчас то есть у нас в то время что у нас было там мячик палка и петарда иногда если дождь то тогда еще и бассейн получается да и бассейн кораблик телефон засел сидишь и тут у тебя целая как-то получается иммерсивная жизнь там да и там пожил тут пожил в то время мы жили только настоящим это как это грустно не прозвучало может тобой получать я этим понимаю чем ты говоришь потому что мы с тобой приблизительно из одной временной формации так ты 90-го года рождения вот я 85-го еда и понимаете вот такой ну я знаю у меня и серёга гранкин и бережко 84 но примерно плюс-минус там одинаковым да мы примерно одно поколение то есть то информационное что сейчас это совсем другие люди но вероятнее всего мы развивались может быть смотри у нас такая какая у меня тоже сейчас есть такое даже не знаю мысль такая и я думаю постоянно мы взрослели физически больше как-то потому что нас больше физических активностей было мы постигали все на улице например а что будет если мы молотком ударим по кинескопу выброшенного телевизора вот взорвется стекло в лицо мне отскочит но ну вот как-то так или например а давайте придумаем новые правила у нас есть один мяч для баскетбола кто-то его принес давайте играть этим баскетбольным мячом во все и порой придумывали новые виды спорта возможно какие-то поэтому физически возможно как-то пытались а сейчас они больше в как-то взрослеют интеллектуально потому что вот все в виртуальности ты можешь почитать чего угодно ты можно как и дерьмо на это понять найти читать как и что-то позитивное то есть опять же вот в этом плане поэтому они возможно не такие физически развитые сейчас как мы были потому что в нашем в детстве вызывал выживал сильнейший получается что так и есть вот и все сильнее поколение такое было вот все кто уходили спорт но все красавчики получается все вот передо мной готовый человек сидит у которого длинная карьера практически даже если мы берем детский юношеский пути длиннее еще не планируешь пока заняться ладно ладно это смотри мы сейчас приближаемся к такому моменту когда вот декабрь предновогодние вся вот эта вот суета дальше январь февраль и тот самый момент когда происходит формирование новых предложений каких-то планируешь дальше оставаться здесь в кемерово или может быть у тебя какие-то другие планы на будущее этом еще месяца два подождать с этим но вообще интригу до вешаешь всего того что происходит как бы сейчас то что было в начале сезона у нас там непонятки смена состава там много игроков как будто перерождение никогда не играли суперлиги там не много нервов было там всяких на вот и я говорю ребят подождите вы еще не одного целого сезона полного там одного-двух вы еще не провели в суперлиге так что шоу говорю нервничайте ходите слушайте папу подождите поиграть а потом будете нервничать через пару лет ну и сейчас на самом деле в декабре месяце особенно стало заметно что сильно начали прибавлять многие ну вот и вообще хотелось бы интересно что это все получится получается что ну новая команда рождается той команды уже нет которая выигрывала допустим там суперкубок которые брали награды за прошлом на место на ну конечно конечно вспоминают ну и состав поменялся полностью остались а есть и пазарт быть например одним из таких дядек которые это в новой команде будет такой вау я такой типа остался и при ну ковать как бы например новую чемпионскую победительскую команду вау я тут остался это не так не работает чемпионат мира смотрел ну конечно какой бы там вау не был мбаппе ну да играла команда в которой забили все разные люди ну ладно два месяца но это понимаешь но побеждает команды побеждает не один игрок но это правда то есть вот допустим этому мбаппе не хватило еще несколько там три-четыре чем урса которые мы либо ему ассистировать тоже бензима да гризман мог сыграть лучше кто-то еще может подключился увидишь выигрывает команда так что у нас даже просто так вот сказать что кто-то один ага не бывает даже даже казани многими многих лет назад которая всех там просто уничтожала насколько я помню так мы с ними да как сказать с которых с которыми мы постоянно боролись то есть там тоже не было одного лидера ну такой формальный лион но понятно но тот же формальный лион один видишь в италии сколько лет уже не может выиграть просто микроклимат опять же микроклимат под как подходят игроки друг другу там кто что может добавить пирамиды иерархии суперзвезда чуть менее суперзвездные чуть менее суперзвездные и черни конечно но не черни так как можно так крутить вообще просто ну просто профессионалы своего дела которые имени такими раскрученные и главный тренер который это все все шестереночки можно сложить нужно чтобы работала но это хороший тренер и у нас сейчас на если честно прям ну мне кажется что очень хорошо получается особенно вот с этой прогрессии с начала сезона мне кажется мы сильно добавили ну и вероятнее всего да мы с тобой говорили о том что когда верится например в команду то есть еще вокруг нее строится инфраструктура как мы говорим для кого построили вот такую крутую кузбасс арену на которой можно играть волейбол в том числе и уже матч был проведен кстати как тебе именно со стороны площадки все это ощущая вообще пушка я же много где играл и в больших аренах там и в 10 тысячах там и больше полу в польше мы играли и у нас в россии во всех новых играли но вот скажу по уюту вообще по атмосфере по всему вот эта арена лучше ну другое не ну вот такой другой нет вот что-то взяли из европейских залах деревянные верхние перекрытия балки вот где-то я там такое видел и это вот реально круто и смотрится и чувствуется уют а я слышал уже тоже от кого-то такая трендовая история вот у меня есть наставник который меня журналистике спортивной учил москве он приезжал на форум россия спортивная держава и говорит что это сейчас европейский тренд деревянные перекрытия он такой похвалил вау говорит это вот из новых арен вижу только во второй где-то в подмосковье и вот кемеровом и такой раздулся так мы чё получается теперь какие-то даже уже и на волне типа такого типа тренда какого-то современного мода я слушаю я езжу сюда еще с 2010 года я видел как я же каждый год приезжали там где-то по неделе жили даже и я заметил что город развился очень сильно то есть допустим этот новый район на притомской на притомском проспекте но где мы все дружно живем да где мы все дружно живем почти это очень похож на район москвы допустим тоже с этими высотками с проблемами с парковкой но тем не менее вся инфраструктура здесь за столько за 10-12 лет ну колоссально просто колоссальными темпами развивается это круто и единственное что не хватает это вот огромного большого крутого торгового центра чтобы когда на улице минус 40 можно было туда людям пойти просто походить там покайфовать там детей в игровые комнаты отдать и важно чтобы там было возможно кому-нибудь кинотеатр что-нибудь кинотеатр да тоже аквапарк фильмы разрешили смотреть да поэтому уважаемые власти ну мы вообще сейчас все это говорим мы будем продолжать развивать запускать петарды спортивные в это такое безоблачное кемеровское небо немножко поэтично да получилось вот мне к сожалению не получилось попасть на со стороны зрителя на эту арену но я надеюсь что мы же будем в двадцать третьем году возвращаться на эту арену и делать там шоу ну я надеюсь все вопросы я думал может быть допустим есть инсайдерская информация но вы много тренировок до проводите потому что там несколько проводили но мы проводили не только здесь мы еще в кедровку иногда ездили в северный но из-за того что арена иногда занята получается как бы такой этот момент выход из зоны комфорта когда-то в одних тех нет бизнес есть бизнес пусть пусть будет кто больше заплатил тот пользуется зала нет это так это так это везде и в москве ребята тоже рассказывают что кухня да получается такая обычная работа да да то есть там приезжает какой-то свалил кучу денег ему на голову потренироваться в другом мы с этим к этому с пониманием относимся относимся потому что в наше время если правильно например все это представить ну условно говоря какой-нибудь маркетолог или там допустим автор креатор есть как все это представить и так шефский выезд в кедровку волейбольного клуба кузбасс чтобы там допустим показать передать свой опыт например и все таки открытая тренировка жители кедровки приходите смотреть как мы работаем ну допустим например такую штуку тоже как бы можно было придумать опять же укрепление своего имиджевого брендинга а потом прогулку на разрез он там рядышком а кстати у тебя такая история была потому что вот у меня антоха карпухов был на подкасте можете посмотреть кстати там правда другой бренд подкаст и другое название было вот он рассказывал что на экскурсию возили на разрезы в шахты а он до этого вообще не никак как оказался шахтовым дем не был вас мы когда с динамо сюда приезжали лет пять назад мы здесь неделю жили после новосибирска сразу сюда прилетели нас возили на экскурсию в имитацию шахты в институт ездили в белайзе катались в имитацию ничего как тебе пошел бы работать но вот на разрезе не был ни разу нота разрез наш там поинтереснее в каком плане потому что когда ты в шахте понятно что давит все со всех сторон ну ты ощущаешь ну допустим квест какой-то комната не понятно вот а когда разрез то ощущаешь эти масштабы во первых вот такая вот огромная воронка во вторых там когда к белазу подводят например ты смотришь этот маленький белаз вот так вот туда едешь ну я всего лишь небольшой винтик вообще во всей этой вселенной огромным когда подъезжают тебе да ты понимаешь я знаю у нас когда москва сити строили там к такой-то котлован рыли что там камазики казались вот такой сенький маленький ну плюс минус да но разрез это еще раз это вот когда больше допустим я вот подхожу к тебе или там к лицу и такую думаю но белаз машина получается к сапожкову там подойдешь 20 вполне возможно за начало из италии вернется надеюсь если не вернется так же как а был кстати да прецедент а вы же по моему в двадцатом году с еще одним блудным сыном из италии поиграли было дело ваня зайцев же в двадцатом году вернулся из италии помог нам фоу фоу прикольно чё как прикольно именно вот с такими возвращенцами из италии посмотреть почувствовать европейский вальченец очень интересно по с такими помощниками поиграть но это действительно но мастер есть мастер конечно круто но это это так кто-то может что а тебе например вау ничего себе после динамо к нам приехал саня маркин допустим тоже с таким мастером поиграть аж постоянная рубрика комплименты для мастера вот сай а вот тогда видишь вот очень много у нас про динамо с тобой крутится вертится вот есть такой момент я вывел для себя такую структуру закономерности определенную как тебе именно играть против своего родного клуба но когда там уже принципиальность пропадает когда там уже нет никого по факту уже другой клуб ну да вот другой клуб это нет тренера и говорят принципиальное противостояние против динамо нет типа не ёлкает не нет такого трепета что ты потому что же обычно играешь против товарищей против тренера который в том числе там допустим тебя воспитал тебя как облупленного за столько лет мы уже все поменяли клубы по переходе люди там уже никого нет с тех с играл то есть по факту на протяжении многих лет я играл там уже на никого не осталось так что для меня это обычный получается обычный день в офисе как говорится по-модному необычный день в офисе просто соперник есть соперник получается волейбол вообще в принципе как часть твоей жизни она как интегрируется ну вот именно в твою обычную жизнь потому что ну очень много проф деформация какая-то есть определенная или ты умеешь дистанцировать волейболы есть волейболы больше ничего нет пока что я заметил что если начинаешь на что-то отвлекаться но типа да знаешь там как уже результаты волейболе совсем другие то есть распыляться тоже не получается либо ты концентрируешься на своем деле который ты должен просто на максимальных оборотов на сто процентов выполнять вот либо ты вот так вот шалтай-болтай так выходишь там уже на 45 процентов ты здесь она 45 процентов ты где-нибудь там в дуба и не знаю там счета пополняешь там или еще что-то делаешь там балуюсь скрипта валюты какой-то или еще получается ты уже коммерсант типа на нет я тому что нужно заниматься одним делом то есть на два дела вот в нашем во всяком случае я просто знаешь вспомнил именно такой момент возможно типа это тоже какое-то ответвление определенное есть габриэль батистута прославленный футболист аргентинец кстати аргентинец который не сумел стать чемпионом мира говорил свое время когда он играл в италии по-моему в сердцах как-то сказал для меня это работа я выполняю свою работу хорошо также как штукатур маляр кондитер кто угодно я играю футбол просто потому что это моя работа я зарабатываю деньги самозабвенно отдаюсь этому моменту но за столько лет я ненавижу футбол просто потому что его очень много в моей жизни и все таки вау но это не значит что я плохой профессионал и я не буду делать это дело то есть вот такой момент шнур тут недавно сказал это я вообще не люблю петь полная вот но приходится мне столько лет этим говном заниматься чтобы вы просто получается в этот бренд-код уже определенный у меня все по-другому но мне нравится мое дело вот и надо выкладываться все время на сто процентов но и клево когда уже за за 30 лет перешел но это разумные факторы еще есть но эта работа как ни крути это тяжелая муторная работа как не серега тюхин помню тоже говорил еще на собраниях у нас там сборник тоже там что-то не клеилось не получался это работа мы должны впахивать потеть терпеть вот и все придет лишь получается что это работа мы за это получаем деньги значит эта работа правильная работа тебе еще и нравится это не кайфуешь результаты существует а найди себе работу который тебе нравится и ты ни одного дня в жизни не будешь работа мне повезло видишь сошлось здорово смотришь получается во первых там работа оплачиваемая работа потому что как говорится мне эта жизнь это моя нравится тебе за это ни копейки не платит это волей-неволей но превращается в какое-то знаешь уже такое фанатичное пристрастие когда думаешь он действительно типа там потеет на тренировках он отдается он делает какие-то невероятные вещи в волейболе он выигрывает и у него нет никакой зарплаты ты фанатик тебе на что семью кормить нужно на 10 тяжело это тяжело особенно в индивидуальных видах спорта это я считаю проблемой я же спортивном учился там было много танцоров там атлетов лыжников до тех же несколько было ну и в таких видах спорта это возможно это ты просто вкладываешь до вкладываешь свои средства и если ты ничего не выигрываешь нигде никакой отдачи с этого нет но это тяжело если вот в командных видах спорта где вроде все спонсируется деньги есть ну коммерция ты получаешь там свои деньги но ты не побеждаешь это тяжело насколько это тяжело человек людям допустим я кто выиграл знает как это знает что это и как этого добивается для меня не не побеждать не занимать какие-то призовые места но это тяжело очень психологически вот а людям которые еще и деньги при этом теряет вот и я всегда на них так смотрел сейчас можно этого человека посмотреть потому что это вообще ну просто нужно быть привет звукорежиссеру моему который обожает эту фразу я 20 лет своей никчемной жизни легкой атлетики отдал на секундочку вот и могу сказать так что да ты прав тут столько сначала вложить себя нужно что потом худо-бедно что-то попробовать получить там же обычно либо просто премиальные какие-то личные которые делятся на команду до либо там индивидуальный спонсор спонсор спонсорский контакт если их нету спонсоров то и денег нет но иногда бывают такие спонсоры например там знаешь какой-нибудь там кермерский завод леденцов петушки и такой муж ну круто у меня дома теперь будут петушки петушки чтобы это не значило вот поэтому да понимаю тебя и работа работы но тоже смотри мы же здесь типа идеальную картину мира не выстраиваем иногда ты приходишь на работу в дурном настроении иногда ты понимаешь что тебя что-то например ну это биоритмы просто не совпали ты понимаешь что все равно нужно взять себя там в кучу и понять что но если не буду сейчас хорошо работать я могу потерять все к чертям собачьим потому что с этой работы тоже есть работа вот такой работник нужно терпеть и делать ну плохо тебе плохо согласен если мы перенесем да на какую-то модель возможно офиса определенного есть в вашем коллективе вашей команде какие-то вот стандартные характер ну характеры как например у людей в офисе например там зануда угарщик какой-нибудь не знаю душнило какой-нибудь там жесткий злой тип тиран или ну потому что я знаю точно сколько я знаю уже знаком с волейбольным кузбассом это целая вселенная это же определенная дар мульти вселенной я бы даже так сказал ну конечно есть люди разные действительно поэтому провинала ни слова который спину сигналит есть подъезжает поближе но не но это да но нет много людей конечно всех разные характеры и есть веселые есть нет есть требовательные вот ну негативщиков нет я знаю негативщики пару человек которые вот у него постоянно все плохо ему все время плохо у него постоянно все болит по жизни характер такой да да вот и есть такие есть требовательные люди которые там в любой ситуации должен должен обязан пахать там типа ну так и есть вот есть шутники через ха-ха которые все делают вот такие есть знаю таких вот знаю таких пакшиных например да нет ромка поменялся с головой начал ко всему подходить молодец красавчик за него но иногда детство то проскакивает но для этого и нужны взрослые люди которые будут воспитывать так сказать да не разные люди конечно коллективе иногда все приходят каждый день с разным настроением под нагрузочкой не под нагрузочкой когда отпустила прикольно прикольно так что все имеем а вот говоря о мультивселенной я знаю уже как как насколько типа развивается вся все дружественное сообщество в этой мультивселенной у нас мне кажется одна из самых каких-то более замороченных фанатских групп поддержек которые ну и пресс-служба которые пытаются делать что-то в современном ключе наш вот моя головная боль основная что многие отечественные клубы волейбольные футбольными футбольные хоккейные любые они не принимают правила игры современности что со спортивными результатами одновременно нужно делать и ивент-шоу то есть не отрываться от коллектива не отрываться от своей аудитории потому что если мы возьмем любую западную лигу там прям ну я не знаю там что не команда что не лига то везде какое-то супер-шоу определенное и мне греет душу что у нас на арене постоянно происходят какие-то медиа активности какие-то приколы мы стремимся куда-то туда на запад смотрим в как вообще в принципе кемерва лучше в этом плане развивается чем какие-то другие может быть в команды в которых ты играл и нравится ли тебе это не гнетет ли тебя это вообще сейчас наоборот нужно даже не важно в том как клуб выступает что он делает очень важно мне кажется медиа сейчас все это развивать показывать как чем живет команда потому что очень много людей сейчас начали следить за этим всем ну вот большие фан сектора то есть не факт то что если там маленький фан сектора в каком-нибудь нижнем новгороде допустим том же где был там маленький зал но там собирается он битком понятное дело что он вот прям такого четко выраженного фан сектора как у нас здесь нету вот централизованно там одетых там с барабанами но болельщиков там просто тьма ну вот если бы я думал там зал был тысяч на пять то там бы его забивали точно тоже любит и медиа должна работать абсолютно везде всегда и должна сейчас особенно работать круто потому что для этого сейчас есть все согласен вот сейчас этим много кто занимается даже молодежь сейчас на этом всем сидит вот лучше уж на этом пусть сидят конечно пусть сидят на этом развивают и это интересно и даже иногда приходишь смотришь какие-нибудь там нарезочки тоже интересно а если еще какие-то вставочки интересные там накрутили вообще с приколом человека с тоже понимающий приколы все это интересно и нужно и многие на это реагируют и после этого приходят на игры и затягивают да получается что яркостью опять же и продаем например именно главную составляющую конечно вот знаешь чего только не хватает конечно хотелось каких-то чуть более например ну футбол впереди планеты всей возможно крутых постановочных роликов ты будут стал участвовать например если бы нам прописали какой-нибудь ролик типа джентльмены гай ричи заморочились на костюмы чтобы мы сделали какую-то пародию типа на волейбольную тематику ну для этого авторы конечно нужны в коллективе ты бы например стал в таких приколах участвовать межсезонных например да почему нет ну то есть как бы то это же эти правила не принимаешь это важно еще понимаешь что это большие финансовые вливания не маленький не но у нас слава богу все таки с этим все в порядке вот-вот и ваша во вторых это свободное время спортсменов то есть вот так вот прийти в свой выходной день тоже не каждый захочет начнем как бы нос воротить вот об этом я спрашиваю ты бы например готов был типа в таких участвуют штуках по игры понимаешь что все таки наверное мы даже если не деньгами мы именно вот таким ну как материалом типа таким как креативным контентом мы продаем также вот я не против я только за но это все должно быть отрегулировано согласно не с бухты барахты когда никогда приходи завтра завтра не могу а ну извини ну да то есть все это прописывается заранее например хотя бы за пару-тройку дней чтобы предупредить семью что дешевле тренер знал что жда руководство и все остальное вот ну это это здорово что мы в этом направлении развиваемся и круто что к как это работает опять же группа поддержки которые постоянно меняют программу каждый год маскот опять же есть который двигается профессионально тоже двигается кстати парень который внутри сидит он там 40 круто выступал да да в шоу-танцы на тнт поэтому семена у нас тоже в теме хорошо двигается вот опять же например если взять отбивки вот эти вот именные голосовые крутые помнишь про себя нет отбивку она же там наверное уже на подкорку тебя застрял обычно это не поет ходит поэтому если что да попросим и круто было еще одна игре в новой арене когда мы играли я заметил пришел барсик хоккейный надо даже дружба москота за здорово но это же получается если дружественные коллективы которые арены находятся рядом то это опять к разговору о компиляции и у нового компиляции слова и этот и эти ругаюсь да извините да извините вот и короче ну опять же мультивселенная вот это это прикольно как-то работает а мне мне нравится ну то есть мы пришли к такому моменту что ты современный человек тоже знаешь несмотря то что мы нам за 30 таки ой мы все эти ваши медиа не понимаем нам волейбол играть только подавай вот это а есть ли вот на твоей памяти не будем называть фамилии где нибудь остались еще такие люди которые ярые противники медиа и говорят олдскул все эти ваши дурацкие соцсети это говно не слышал и не знаю таких но не хочу есть такие которые может не я а ну да я не хочу зачем мне это но посмотреть там прикольно но участвовать не хочет какие а как думаешь откуда типа из-за чего все это происходит просто не до роста не хочет человек все но кто-то типа считать не уверенный в себе типа говорит вот актерского таланта не хватает а кто-то типа гридачу вам клоун что ли я спортсмен но это я у хоккеистов короче видел новокузнецкого металлурга вот некоторые там же какие-то суровые мужики чуя вам клоун ему поперек да но ты есть у меня кстати тоже боль в этом плане работает мой я хороший приятель раньше в новокузнецке занимался юмором и помогал какими-то штуками ивенторскими новокузнецкого металлургу сейчас уехал в москву и успешно там развивается работает в продакшене павел сторон привет тебе я очень ценю тебя и вот он говорит что очень сильно просаживается в по сравнению например даже с москвой а тренды например а вот в хоккей уж точно поэтому вот он это его боль определенная у нас не прослеживается несмотря на то что мы ну грубо говоря мы провинция мы находимся за уралом мы все равно тренды какие-то волейбольные держим получается да в этом плане да и я считаю что у нас вообще одна из лучших медиагрупп ну да здорово в кемерово сейчас еще я слышал ребята белгородские приезжали он что говорят ну то не прям того что же очень прилично впахивают хорошо работают и видно же это а я был на матче с белго ну вот зайди к ним там посмотри он говорит постоянно ходит с камерами везде ездит на все выезды с камерами снимают до с канала типа влоги да какие-то они да да видимо что-то где-то там но но работаю то есть есть где к этому так относится не есть конечно такая идея работа ради работы а есть кто к этому подходит совсем по-иному это здорово ну то есть смотри и даже я когда прихожу со своими влогами например снимать нет такой момент и все типа адекватно на камеру общаются опять же как тот же самый с кем я не знаю с тохой постоянно и все типа таки ну вот надо сказать что-то на камеру пожалуйста приколоться давай приколимся какие-то такие моменты видишь в хоккее короче видел эти вот приколы внутриковая лига хоккейных шуток например была у омского авангарда которая вот снимается очень прикольно было попробовать прописать какую-нибудь лигу волейбольных шуток или напрямую дожди если волейбольных шуток делать тренеры что-то тренера любимой фразочки наших тренеров на покопайся вконтакте есть сергей константинович шляпникова там вот тренера забывай все время был здесь кто томас не до него до подожди а кто там до до томаса да вот он тоже ну ладно бог с ним там такие шутки что мама не горю пускать нельзя это так но нет это это здорово что все равно видишь все индивидуальность как я считаю индивидуальность она строится именно вот на таких прикольных моментах у кого-то есть там действительно крылатое выражение кто-то типа кого-то стебут постоянно за то что он любит определенный бренд в еде например там ну я не знаю несколько постоянно пьет или там завтраки несколько какие-то к примеру приведя такого но это все это в школу нужно собираться еще потому что вот для меня эти шоколадные шарики с молоком ассоциируются с тем что человеку обязательно нужно еще вряд ли где-то увидишь у нас нет а можно где-то в районе 19 20 лет когда на завтрак приходишь смотришь там хлопья сыпет целую тарелку который первый раз попал суперлигу там приехал в гостинице пятизвездочный живет а там все вроде как шведский стол там знаешь все эти крутилки вертелки раз переносит такую тарелку ты куда столько такое тоже было когда конфетки там гостиницы да это прикольно я поначалу тоже когда было дело ездили ну индивидуальные виды спорта когда селись зелит гостиницу за счет департамента или спортшколы выносишь все есть такое смотришь на ресепшене яблоко можно но не просто типа а и полная полная чаша а что никто не берет отравленные восковые можно типа все просто воспринимают как должное и ты такого яблоко я даже грешен сам например конфетки яблоко беру понимаю что это все-таки иронично это нужно делать чтобы не подумали о из деревни из кемера приехал из какой-то такой прикольно а у нас зимой только шишки здесь лежат а яблоки я ни разу не пробовал как-то пытаешься иронизировать из кемерово с гостиницами ты здесь только ну проблем говорят должны построить возле театра опера и балета надеемся строят прям но вот я в европу когда приезжали мы часто играли там лигу чемпионов вот у них гостиницах это всегда то есть печеньки конфетки и фрукты вода базовая комплекта вода с лимоном кофе чай так это можно и не не хочу не ходить причем кофе не вот этот который отвратный приносит три в одном ты три в одном пакетики и не вот это за заваренный который и не какая-то там нормальный капсульный на эспрессо стоит такое закачаешься слушай так это европа уровень и спортсмен уважают там совсем другое отношение там то есть там человек не придет и не нальет себе сразу 10 чашек понимаешь не заберет 10 яблок и не съест 15 печенек он придет там выпьет кофейку там столько сколько нужно ну как бы вот это у нас принято где-то что вот как бы ага бесплатная давай поехали себе накидал сумку и поехал саль вот смотри как я люблю говорить из фильма джентльмены это еще не сказочка это только смазочка на самом деле главному моменту переходим я всех всегда мучаю спрашиваю спорт это же не только рутина но и момент удивления и моменты спортивного волшебства мой термин magic time если у тебя в твоей карьере когда ты понимаешь что это черт возьми было волшебство когда ты понимаешь что по наитию например что-то произошло не просто типа обычный день вот в офисе рутина а когда ты можешь действительно сказать что черт возьми спорт это магия я за это люблю любой спорт волейбол футбол баскетбол ну вот например к примеру взять усейн болт на олимпийских играх в пекине в восьмом году показал невероятный результат то есть бег в новое тысячелетие было и я таку подумал черт возьми несмотря на то что я не очень люблю болт и я таку подумал это капец это это волшебство если у тебя такое либо из твоей практике ну да ну либо например то что ты видел условно говоря на в любом виде спорта или может быть ты был участником когда может быть ты нанес какой-то страшный удар и он по невероятной траектории типа принес победное очко какой было конечно скажи когда мы играли лигу чемпионов еще давно наверно году в одиннадцатом или в двенадцатом в греции не олимпиакос панатинайко спал там грезги до греческий был хороший состав у них там играл темненький паренёк этот забываю тоже позовутно может темненьких перечислить состав да и 22 по партиям на вот пятая партия концовка там 13 13 баланс и мне чередник карточку давай выходи на подачу да я что-то такое задрожал сразу ну я вышел пальцами распятую и пальцами раз первую зону еле попал раз выиграли 3-2 вот это не магия ли получается я вот да действительно получается двумя подачами взял опять же да и казань играла я помню с матчера ты 14 8 что выигрывали проиграли ну вот как с тем составом не было тоже не магия